С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Авария на месторождении Трепса и Титова. По факту случившегося Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. На прививку становись. В Нинецком округе стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Комфортная городская среда. В районе перекрестка улиц Меньшикова и 60 лет СССР открыли новую спортивно-игровую площадку. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ на месторождении, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомню, 12 декабря на месторождении имени Романа Трепса произошел хлопок и разгерметизация нефтегазовой смеси. Этот вопрос также был рассмотрен на еженедельной планерке губернатора Нинецкого округа. На кусте номер 6, в месторождении имени Трепса компании ООО «Вашнефть Полюс» произошла разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением, в результате чего пострадало 3 человека и 1 человек погиб. Авария произошла в период проведения ремонта скважины подрядной производственно-внедренческим предприятием АБС, которые специализируются как раз таки на проведении капитальных и текущих ремонтах скважин и кустов. В частности, речь шла о состоянии здоровья пострадавших и оказываемой им медицинской помощи. Состояние здоровья двух пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в месторождении имени Трепса оценивается как стабильно тяжелых. Они находятся в сознании. Люди готовятся к эвакуации в город Архангельск и для оказания медицинской помощи в Архангельской областной клинической больнице. Кроме того, губернатор поинтересовался у руководителя профильного департамента, существуют ли угрозы экологии в связи со случившейся аварией. В связи с этим инцидентом, есть ли какая-то угроза экологии, была ли допущена какая-то утечка? Кустовая площадка находится на отсыпке производственной, соответственно, это не земля-сельхозназначение, а производственная площадка. Угрозы разлива также не допущены, в связи с этим угрозы экологии там нет. Также в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области Ницкому автономному округу возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 216, это нарушение правил техники безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека. На место происшествия вылетела следственная оперативная группа. В настоящий момент времени проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, потерпевшие, те, которые в состоянии давать показания. И выполняются иные следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Дело принято к производству Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Неницкому автономному округу. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Сегодня утром жители Неницкого округа могли наблюдать в небе вращающийся, светящийся шар. Вероятнее всего, это связано с пуском Ангарын. Тяжелая ракета была успешно запущена с космодрома Плесецка. Об этом сообщает Министерство обороны. Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара А5 с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, говорится в сообщении. Запуск прошел в 8.50 утра. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полета ракеты осуществляли наземные средства космических войск Воздушно-космических сил, отмечает Минобороны. Ангара – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители Ангара А1.2, средний Ангара А3, тяжелый Ангара А5 и повышенные грузоподъемности Ангара А5В. И теперь информация об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Это жители Нарьенмара и села Оксино. Такие данные на утро с 14 декабря приводит Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 723 подтвержденных случая. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровел один пациент. На лечении под наблюдением с подтвержденными результатами ПЦР лаборатории уровня референс находится 66 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 13 человек, находятся на амбулаторном лечении 53 человека. За прошедшие сутки проведено 541 ПЦР-исследование. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоят 424 человека, в том числе три в обсерваторе, сняты с контроля 11. В Ненинском округе стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Она носит добровольный характер. Первыми прививку получили те, кто находится в так называемой группе риска. Это медики, педагоги и социальные работники. Алина Ваучейская продолжит тему. Ловким движением руки медсестра ставит вакцину от коронавирусной инфекции. Альберт Карагулов за сегодня уже шестой желающий поставить прививку от COVID-19. Мужчина работает в службе соцзащиты населения, поэтому и решил уколоться. Били социальных контактов и повышенные риски. Соответственно, решил, что лучше привиться. Противопоказания не нашлось. Дальше все в рамках разумного. То есть один маленький укорчик и все. На момент получения прививки человек должен быть абсолютно здоров. То есть не иметь симптомов инфекционных и вирусных заболеваний. Поэтому каждого пациента осматривает терапевт. Врач оценивает состояние вакцинируемого, смотрит анамнез и измеряет температуру тела. Среди тех, кто решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции, и Елена Левина. Заместитель начальника управления здравоохранения в отечественной разработке уверена. Кстати, теперь спутник 5 или гамковид-вак будет доступна для всех жителей Ненецкого округа. Мы решили, что надо прививать все население, потому что у нас большое количество докторов уже переболело, уже имеют хорошие титры постинфекционные, поэтому потребностей, которые мы рассчитывали, уже нет. То есть сейчас мы готовы прививать все население, которое не имеет противопоказаний, и готовы идти на вакцинацию. В первую очередь вакцинироваться рекомендовано людям, которые имеют обширный круг социальных контактов. Это медики, работники образования, сотрудники торговли и индустрии красоты и фитнеса. Запись на прививку ведется в поликлиниках Нарьинмара и поселка Искателей. Вакцину начнут ставить только когда будут сформированы списки. Такой алгоритм необходим для эффективного использования препарата. Хранится она при температуре от 18 и ниже градусов. То есть заморозки у нас таких вакцин, это впервые такая вакцина. И после разморозки, вот у нас вакцина идет на 5 человек, 5 доз во флаконе, она в 2 часа только может находиться в размороженном виде. Ампулы хранятся в Ненецкой окружной больнице, в специальных холодильниках. Сейчас в регион вакцину поставляют небольшими партиями по 100 и 200 доз. Это связано с особенностями транспортировки и хранения препарата. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов и Антон Водряков, Телеканал Север. В Нарьинмаре торжественно открыли новую спортивно-игровую площадку. Место для отдыха горожан всех возрастов обустроили в районе перекрестка улиц Меньшикова и 60 лет СССР в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс – теперь местное достояние и место притяжения ребятни с окрестных дворов. Создание такого объекта – это инициатива жителей микрорайона Кармановка, которые очень ждали и всячески помогали в реализации задуманного. Она была, по большому счету, запущена. Здесь был когда-то корп маленький, хоккейный. Это было еще десятилетия назад. Здесь она просто нуждалась. Она была выбрана в 2018 году на рейтинге голосования. То есть сами жители выбрали это место? Да. То есть люди проголосовали. И вот с 2018 года мы поэтапно внедряем то, что было людьми выбрано. Поэтому это абсолютно полная реализация желаний этих жителей. Нина Абакшина, жительница соседнего дома, мечтала о спортивном пространстве в своем дворе уже очень давно. Собственно, с ее легкой руки территория вошла в перечень рейтингового голосования. Она лично рисовала проект будущего объекта и на общественных началах курировала стройку. Площадку с самого нуля и до самого вот до этого я все время ходила, контролировала, говорила, объясняла, спрашивала, что и как. Ну, чтобы было надежно, крепко. Мне вот хочется, конечно, чтобы вот эти тренажеры, они стояли. И самое главное, хочется сказать ребятам, чтобы они все, что делается для них, берегли. Не привыкшие к такому разнообразию спортивных тренажеров, многие горожане пока теряются перед выбором. Но и здесь Нина Александровна проявляет инициативу. Сейчас приходят в основном дети, которые впервые видят такую площадку, и они все время подходят и не знают, что делать. Поэтому я каждый вечер стараюсь сюда выходить и показывать, и рассказывать. Как инструктор и консультант. Да, 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 потому что их же все равно надо тоже как-то подготовить, чтобы они знали. Увидеть на площадке можно не только тренажеры всех видов и мастей. Для маленьких посетителей построен детский городок со всевозможными горками и качелями. Есть тут и футбольное поле с возможностью игры в баскетбол. Но отдельное внимание заслуживает зона с силовыми снарядами и турниками. Ребята из Федерации воркаута Арктики оценили возможности площадки и остались очень впечатлены. Очень хорошая площадка. То есть даже летом очень удобно будет с ребятами. Пришел, разогрелся футболом, поиграли минут 20-30. Пришли, позанимались так же. Вообще, ну, в перерыве даже. Но и ребятам очень хорошо будет здесь. Ну, молодежи. На площадке все продумано для комфорта посетителей. Есть лавочки и урны, а по всему периметру установлены уличные светодиодные светильники. Здесь стоят дополнительные фонари освещения. Но как раз избыток освещения мы здесь будем регулировать временным отключением. Потому что, особенно сейчас, в темное время, конечно, много света. Особенно после 10 часов это уже создает дискомфорт в квартирах горожан. Поэтому мы будем отключать после 10 часов. Открытие объекта стало настоящим подарком не только для жителей микрорайона Кармановка, но и всего города. Это отметила глава региона, который оценил качество благоустроенной территории. Эта площадка для всех возрастов. То есть, вначале ходим, вводим малышей на эту часть площадки. Потом они подрастают и начинают уже приходить сюда играть в футбол, заниматься спортом. Ну, на самом деле, это подарок. И, конечно, очень важно, что жители сами проголосовали. Это народный проект. Это очень здорово. И я всех поздравляю, что накануне Нового года эта площадка теперь уже принимает и детей, и спортсменов, и людей старшего поколения. Поэтому это очень здорово. Добавлю, не позднее 15 февраля состоится рейтинговое голосование в заочной форме по пяти общественным территориям, которые будут благоустроены в 2023 году. В Ненинском автономном округе 31 декабря будет выходным днем. Такое решение было озвучено губернатором региона в ходе еженедельной планерки с руководителями профильных департаментов на основании опроса жителей, которые в большинстве своем проголосовали за перенос рабочего дня с 31 декабря на субботу 26 декабря. По поручению губернатора Юрия Бездудного среди жителей региона был проведен интерактивный опрос о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Участие в нем приняли более 5000 человек. Большинство проголосовали за. Совершенно очевидно, что жители нашего округа поддерживают решение сделать 31 декабря выходным днем. И коль почти 90% всех опрошенных высказались в поддержку, тогда предлагаю с 31 декабря сделать выходным днем, перенести его на субботу 26, отработать 26, а всем жителям дать возможность 31 числа вместе со своими семьями в домашней обстановке готовиться ко встрече Нового года. С чем я вас всех и поздравляю! В связи с переносом рабочего дня на субботу, глава региона дал поручение профильному департаменту организовать работу дежурных групп в детских садах 26 и 31 декабря. По словам вице-губернатора Натальи Сидоровой, этот вопрос уже прорабатывается заведующими дошкольных учреждений. Елочка гори! В Нинецком округе зажгли огни на главной новогодней красавице. Нарьинмарцы и гости города приняли участие в интерактивном театрализованном представлении, которое подготовил коллектив ДК «Арктика». Водили хороводы, пели новогодние песни. Вместе с ними праздничным настроением заряжалась и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит. До начала считанной минуты, и пока представление на сцене не началось, детвора с удовольствием рассекают на надувных ватрушках с горки. А взрослые заряжаются атмосферой праздника, поднимают новогоднее настроение. На данный момент, конечно, еще не ощущается ощущение, чувство праздника. Возможно, после того, как мы увидим, что у нас уже елка загорелась огонечками, поднимется настроение. Но на данный момент пока никак. А еще загадывают желание, чтобы следующий год был непременно лучше, чем уходящий. Чтобы, наверное, было все хорошо. Чтобы все-таки прошел этот коронавирус, закончилось все, и все стало как обычно. И все больше вроде. Здоровья? Чего больше еще просить? А вот у кого новогоднее настроение не зависит от эпидемиологической обстановки и политики, дети. Они уже успели написать письма Деду Морозу и теперь ждут подарков. Полина, а что ты Деду Морозу? Писала письмо уже? Нет. Не написала? Нет, еще. Что ты можешь просить в письме? По прыгушку. А что это такое? Надо держаться за ручки и прыгать на ней. Ребята, вы просили? Нет, кажется, нет. Я да. Ты уже написала письмо? Ну вот, а я еще пока не знаю об этом. Я написала письмо Деду Морозу и попросила PlayStation. Думаешь, он тебе принесет? Да. Ты писала, что Деду Морозу? Да. Чего написала? Чтобы он принес подарок. А какой подарок? Не помню. Я попросила подушку новую. Я очень люблю рисовать, поэтому я маркер новая. Подаречек там я готовила и еще там подарок. А представители регионального отделения Всемирного фонда дикой природы подарили ледяную скульптуру моржа Матвея с заповедного острова Матвеев. В заповеднике Ненецке находится самое крупное лежбище. Это подарок горожанам ко дню моржа и Новому году. Мы не могли провести массовое народное гуляние, но тем не менее захотели, чтобы каждый человек помнил о моржах и был такой приятный небольшой сюрприз для горожан, для жителей округа. Вот и решили сделать такую скульптуру. Идейные вдохновители – создание моржа Матвея, мастера Виктора и Николай Вылка. Единственная трудность – из-за теплой погоды лед на озере, откуда брали материал для скульптуры, был недостаточно прочным. И только в декабре достиг необходимой плотности. Были ребята, которые мне помогали и изготавливать лед, и установить монумент этот. А вырезать – это уже тело техники. Главное, в хороших руках все получится. Это режется замечательно, погода хорошая, лед как по маслу. Вообще труда ничего не составило. Тем временем на сцене началось представление, которое подготовил для горожан коллектив Дома культуры Арктика. И вот кульминационный момент. Раз, два, три! Делочка, хори! Всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравил губернатор Ненинского автономного округа. Юрий Бездудный отметил, что пришла пора готовиться к празднику, завершать важные дела и окрашать дома. Хотел пожелать, чтобы поскорее побороли эту заразу, коронавирус. Вот что я хотел. Потому что даже сегодня этот праздник проходит с соблюдением всех мер безопасности. Вот у меня маска специальная. То есть хотелось бы, чтобы наконец мы стали жить без этих всех ограничений. Простое желание человеческое. Я думаю, вот все наши жители разделяют. Не только города, округа, страны, да во всем мире этого хотят. Главная окружная елка засияла огнями. Официально новогоднее настроение объявляется поднятым. Всем не грустить, наряжать елки, украшать дома. И Дедушка Мороз обещает подарки всем и каждому. Желаю в Новом году всем наринмарцам крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы коронавирус оставил нас в покое. С наступающим Новым годом! На площади Мороцей в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет празднование наступления Нового года. И 7 января рождественские гуляния. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...